Как по-вашему выглядит самая опасная рыба в мире? Наверняка вы думаете, что это очень большое, агрессивное и непредсказуемое существо. Однако, всё обстоит совсем по-другому. Самой опасной в мире считается рыбка небольшого размера. Но, несмотря на это, она намного опаснее акул. С вами канал ФакТОПС, и в этом выпуске я покажу вам самую опасную и ядовитую рыбу в мире. А также расскажу о других опасных существах в океане, которых лучше не трогать. Погнали! Бородавчатка Это обитательница океана и считается самой ядовитой рыбой в мире. Также известная как рыба-камень. Вы спросите, почему? Всё просто. Бородавчатка невероятно хорошо умеет маскироваться под камнем. Эта рыба обитает на дне, возле коралловых рифов. Из-за её умения маскироваться, абсолютно любой человек может спокойно плавать в воде, даже не догадываясь о том, что под ним находится самая ядовитая рыба в мире. Вам, наверное, интересно узнать, что будет, если человек случайно наступит на бородавчатку, и на каких пляжах это может произойти. Даже небольшого контакта достаточно, чтобы бородавчатка подняла свои острые колючки на спинном плавнике. Чтобы вы понимали, эти колючки могут с лёгкостью проткнуть человеческую обувь, поэтому даже если вы будете плавать в обуви, то это может не помочь. Колючки-бородавчатки смогут преодолеть это препятствие и проникнуть глубоко в ногу. В худшем раскладе колючки проникнут глубоко, и если пострадавшему быстро не окажут медицинскую помощь в течение нескольких часов, то всё может закончиться летальным исходом. Обычно при попадании яда внутрь накладывают прочную стягивающую перевязку. Её можно заменить кровоостанавливающим жгутом, который нужно расположить между раной и ближайшим изгибом. Иногда колючка попадает в крупный кровеносный сосуд, и тогда всё может закончиться через 2-3 часа. Если пострадавшему удается выжить, то это ещё не повод радоваться. В некоторых случаях выжившие болеют месяцами. В основном бородавчатка встречается на мелководье Тихого и Индийского океанов, поэтому если окажетесь на пляжах в тех краях, призываю вас быть осторожным и всегда помнить об этом. К сожалению или к счастью, бородавчатка не единственная опасная рыба в океане, поэтому предлагаю взглянуть и на них. Крылатка-зебра Она же рыба-зебра или полосатая крылатка. Во время дайвинга в тропических вондах Индийского и Тихого океанов, берегов Китая, Японии и Австралии, вы сможете увидеть эту рыбу в невероятно красивом раскрасе. Но за внешним видом скрывается суровая сущность полосатой крылатки. Во-первых, эта рыба-хищник. Она может спокойно проглотить рыбу длиной до 2-3 собственной. Масса тела достигает 1 килограмма, но это ей никак не мешает. У крылатки есть длинные и роскошные ленты спинных и грудных плавников, но не стоит им верить. В них таятся острые ядовитые иглы. Укол колючками этой рыбы очень болезнен. Яд вызывает судороги и паралич. А еще при уколах люди часто теряют сознание. Впоследствии это может привести даже к летальному исходу. Помимо людей, другим рыбам тоже не стоит расслабляться. Рыба-зебра плавает везде, где хочет и ничего не боится. Эти существа уничтожают многие виды коралловых рыб. Окраска крыла так очень разнообразна. Это белая и коричневая, а иногда даже красные поперечные полосы. Кстати, свое название эти рыбы получили из-за больших, хорошо развитых грудных плавников, которые они раскрывают как крылья. Барракуды Барракуды – это крайне опасные рыбы во всем мире. Определить барракуд можно по их мощной нижней челюсти, которая выступает за верхнюю. Снаружи челюсть усеивают небольшие, но достаточно острые зубы, а внутри находится ряд зубов большего размера. Такое строение тела дает возможность развить очень высокую скорость. По оценкам ученых, она может достигать целых 27 узлов или 50 км в час. Развить такую скорость рыбке помогает не только строение тела, как у профессиональных пловцов, но и слизь, которая покрывает все ее тело с головы и до кончика хвоста. Самый большой зарегистрированный размер барракуды – 205 см. При массе 50 кг барракуд можно встретить в тропических и субтропических водах мирового океана вблизи поверхности. Чаще всего их можно видеть в большими стаями, где они чувствуют себя чрезвычайно уверенно, и на появившихся перед ними аквалангистов не обращают никакого внимания. Стоит отметить, что нападения на людей случались в мутной или темной воде, где движущиеся руки или ноги пловца принимались барракудой заплывущих рыб. На Кубе причины нападения на человека однажды стали блестящие предметы, часы, украшения и ножи. Острые зубы барракуды могут повредить артерии и вены конечностей. В этом случае кровотечение над ним медленно остановить, так как потеря крови может быть значительной. Барракуду не рекомендуется к употреблению в пищу. Из-за ядовитых печени, икры и молок. Молодняк выбирает местность, где много скал, рифов и других укрытий. Но вода должна быть мутная, которая будет еще сильнее скрывать их. Мутная вода для барракуды не проблема, но вот для потенциальной добычи уже да. Зрение у нее хорошее, различает силуэты за очень большое расстояние. Существует всего 28 видов этой грозной хищницы. Красное море является самым большим видовым скоплением этих рыб. В нем проживает сразу 8 видов. Меньшим количеством может похвастаться Средиземное море, где проживает 4 вида. Причем 2 вида переселились с Красного моря по Суэцкому каналу. Обыкновенная тигровая рыба Тело этой рыбы покрыто циклоидной чешуей. Она обладает большими клыковидными хватательными зубами. Обыкновенная тигровая рыба предпочитает теплую и богатую кислородом в воду больших рек и озер. А созревание наступает в 8-летнем возрасте. Обыкновенную тигровую рыбу можно найти в реках и озерах Африки, южнее Сахары. Тигровая рыба способна питаться птицами, которые низко летают над водой и приземляются в нее. Опасна ли эта рыба для человека? Да. Она может быть опасна для купающихся или вошедших в воду людей. Зубы тигровой рыбы способны нанести глубокие раны. Но несмотря на это, эта рыба является объектом любительского рыболовства. Иглобрюхи Иглобрюхи – это не вид, а семейство, распространенное в субтропических и тропических водах. В странах Юго-Восточной Азии мясо этой рыбы очень высоко ценится за его вкус. И Япония не исключение. Там обожают блюда фугу, которая готовится из нескольких видов этих рыб. Повар, который его готовит, обязательно должен получить диплом об окончании специальной школы и только потом начинать готовить. Дело в том, что кожа и некоторые внутренние органы рыб – смертельные ядовиты. Иглобрюхи имеют коротковатое и округлое тело. Некоторые виды даже могут достигать длины более одного метра. Иглобрюхи полностью отсутствуют в холодных водах, так как их кожа либо голая, либо смжена небольшими шипами, которые в состоянии покоя прилегают к телу. Брюшных плавников нет, зато грудные очень неплохо разбиты и позволяют двигаться как вперед, так и назад. Эти рыбы имеют большую и толстую голову, и маленький рот. Как только иглобрюхи замечают опасность, они начинают наполняться водой или воздухом, из-за чего рыба становится похожей на раздувшийся шар с торчащими шипами. В случае атаки рыба может раздуваться, заглатывая воду. Шарообразное состояние делает их практически неуязвимыми. Если все же достаточно крупный хищник попытается проглотить такой шар, то он застревает в глотке у хищника, который впоследствии умирает. Сами рыбы плотоядны, либо всеядны. Ядовитыми являются многие виды семейства иглобрюхих. Токсины содержатся в кожном покрове, брюшине и некоторых внутренних органах рыбы – печени, кишечнике, гонодах и икре. Наиболее опасен из них – тетродотоксин, который представляет собой сильнейший природный яд. Если он попадает в пищеварительный тракт, он вызывает сильнейшие боли, конвульсии и обычно приводит к летальному исходу. Кстати, первое описание признаков отравления тетродотоксином даже описал в своем дневнике английский мореплаватель Джеймс Кук. Аборигены новой Каледонии решили накормить его скалозубовой рыбой Кука, а также двух натуралистов в составе его экспедиции. Вот что он написал в своем дневнике. На стол подали только печень и молоки, которым оба Форстера и я едва притронулись. Около трех или четырех часов утра мы почувствовали небывалую слабость во всех членах, сопровождаемую таким ощущением, будто окочевневшие на морозе руки и ноги сразу попали в огонь. Я уже почти ничего не чувствовал и даже утратил способность соизмерять тяжесть телу. Кружка воды емкостью в одну кварту и перо оказались в моей руке одинаково тяжелыми. Большой морской дракон Рыба с таким красивым названием становится последней в нашем списке. Обитает она в прибрежных водах Европейской Атлантики, а также в черном и Средиземном морях. Вытянутая с угловатой большой головой, рыба любит плавать на дне океана. Максимальная длина 53 см, обычно до 25 см, а масса тела достигает почти 2 кг. Половой зрелости достигает в трехлетнем возрасте. Морской дракон предпочитает зарываться в мягкие грунты, подстерегая в засаде добычу, например мелких рыб и ракообразных. Над поверхностью дна остаются только высокопосаженные терпеливые глаза. У морского дракончика есть шипы, находящиеся в первом колючем луче, спинного плавника и жаберных крышках. Они снабжены ядовитыми железами. Укол этими шипами для человека очень болезнен. Обычно все обходится без летального исхода. Но в самых тяжелых случаях пострадавшего ждет паралич и бихательное расстройство. И это уже может привести к летальному исходу. А какую самую опасную рыбу видели вы? Расскажите в комментариях. И не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео. Субтитры сделал DimaTorzok